Татьяна Устинова. Мой генерал. Москва. Издательство Эксмо. 2003 год. Простите, пожалуйста. Раздалось прямо у нее над головой. Вы не видели где-нибудь здесь кошку? Марина открыла глаза. Прямо перед ней был желтый песок, а за песком серый пруд, блестевший сальным блеском. Щурясь, она некоторое время изучала колышущийся блеск, а потом снова смежила веки. Господи, приснится же такая ерунда. Не видели? Кошку. Повторил голос с надеждой. Она подскочила на нагретой лавочке так, что нелепая шляпа из итальянской соломки съехала ей на нос. Что? Какая кошка? Где кошка? Не знаю. Признался бестелесный голос. Какая-нибудь кошка. Любая. Не видели? Марина стремительно задрала глупую шляпу, села прямо и посмотрела сначала налево, а потом направо. Слева были заросли каких-то ломких и длинных стеблей, уходивших в темную воду. В глубине стеблей на берегу голубела еще одна лавочка, пустая. Справа рос камыш. За ним находился газон, потом асфальт. А дальше сетка теннисного корта. Довольно далеко. Не иначе, как она перегрелась. Вот оно, коварное солнце средней полосы. Я ее угостить хотел. Вновь донесся голос. Теперь он звучал виновата. А найти не могу. Вы не видели? Господи, Боже мой! Оказалось, что он стоит прямо перед ней. Марина уставилась на нелепейшую, чудовищную, пестро-цветную гавайскую рубаху. Кажется, под ней скрывалось сытенькое, круглое брюшко. Я вас разбудил. Внезапно догадался обладатель брюшка и сказочной рубахи. Простите. Я думал, может, вы видели где-нибудь кошку. Какую еще кошку? Раздраженно пробормотала Марина. Ни рубаха с цветами, ни тем более круглое брюшко не вызывали у нее никаких положительных эмоций. Обыкновенную. В домах отдыха, знаете ли, всегда живут кошки. Их тут подкармливают, и они тут живут. Ну и что? Ничего. Смешавшись, сказал гавайец. Я хотел ее угостить. Я вот рыбки наловил. И в доказательство, что он действительно наловил, потряс у нее перед носом пластмассовым детским ведерком, в котором плюхала вода и что-то шевелилось. Марине немедленно показалось, что в воздухе невыносимо завоняло рыбой. — Послушайте, — начала она, отпихивая рукой ведерко. — Никаких кошек я не видела. По-моему, ловить этих несчастных мальков — дикость и варварство. — Разве усомнился он? — А по-моему, ничего. Я же не глушу их динамитом. На это поразительное замечание Марина ничего не ответила, отвернулась и зашарила в сумке, давая понять собеседнику, что ауидианция окончена. Однако настырный гавайец все не отставал. А в корпусе с надеждой спросил он, не видели? — Что? — Кошку. Сигареты нашлись, а зажигалка никак не попадалась. В руку лезли темные очки, кошелек, холодный тюбик с кремом, пачка салфеток, а зажигалка как сквозь землю провалилась. Марина достала очки, быстро нацепила их на нос, как будто загородилась и от брюшка, и от рубахи. — Что вы ищете? — заинтересованно спросил брюхастый. Марина покосилась на ведро с рыбой. — Зажигалку. — Позвольте вам предложить. — Он, черт возьми, еще и галантен. — Предложите. Мрачно согласилась Марина. Тут он почему-то сказал. — Предлагаю. И перед носом у нее оказалась пластмассовая желтая зажигалка с болтающейся внутри бесцветной жидкостью. Из зажигалки с шипением выметнулось пламя, вполне достаточное, чтобы вскипятить немного кофе. Марина отшатнулась. Ей показалось, что она отчетливо слышит запах паленой шерсти, своей собственной. — Простите, — забармотал гавайец и суетливо задул огонь. — Эти дурацкие зажигалки, никогда не знаешь, чего от них ждать. И даже лоб вытер от неловкости. Марина смотрела на него с отвращением. С незажженной сигаретой во рту она чувствовала себя идиоткой. Галантный гавайский мужчина покрутил пластмассовое чудо так и сяк, подчеркал колесиком, добился устойчивого пламени подходящего размера и сунул к Марине на сигарете. Она прикурила и отвернулась. Он все не уходил, топтался. В ведре плюхали страдальцы-мальки. Тут она заподозрила неладное. Или он вознамерился, не сходя с этого места, завести с ней романтическое знакомство на все двенадцать отпускных дней. Если так, она пропала. И отдых пропал, и долгожданное одиночество, и вообще все пропало. И словно подтверждая ее мысли, галантный мужчина предложил искательным тоном «Давайте знакомиться». «Меня зовут...» «Да не станем мы знакомиться», — вспылила Марина. «Зачем нам знакомиться-то?» Тут он неожиданно засмеялся, искренне и с удовольствием, как ей показалось. «Так принято», — объяснил он, и вдруг пристроился со своим ведром на лавочку рядом с ней. «Вы не знали?» «Когда незнакомые люди встречаются и разговаривают друг с другом, принято представляться. Меня зовут...» «Послушайте», — перебила его Марина и потянула к себе свою сумку. «Я не хочу знакомиться, и не хочу никому представляться. Я очень устала, и кроме того...» «Да, где мне все-таки найти кошку?» — задумчиво спросил он сам у себя, не дослушав ее излияния. «Может, на кухне спросить?» «Прошу прощения». Тут он поднялся, слегка поклонился в Маринину сторону, вежливый, посмотрел в свое ведро и пошел направо, туда, где был газон, и виднелась сетка теннисного корта. «Придурок!» — пробормотала Марина, задетая тем, что он не стал настаивать на романтическом знакомстве и предпочел отправиться на поиски кошки. Или ему на самом деле нужна была кошка, а вовсе не она, Марина. И еще эта идиотская шляпа из итальянской соломки, которую мама зачем-то водрузила ей на голову и все караулила, чтобы дочь не скинула ее потихоньку. Шляпа никуда не помещалась. Запихнуть ее в чемодан можно было, только сломав пополам. И Марина всю дорогу маялась, пристраивала шляпу то туда, то сюда, то еще куда-нибудь. Забывала, вспоминала, возвращалась, схватала, напяливала на голову, несла подмышкой, размещала на полке, ловила, держала и так далее. Должно быть, в этой шляпе она выглядит просто сногсшибательно. Фаина Раневская, кинофильм «Подкидыш». Гавайц и тот убежал. Впрочем, Гавайца она сама прогнала. Этим можно утешаться и отчасти гордиться. Она и гордится. Разве затем она впервые за пять лет пошла в отпуск, чтобы с бухты-барахты под ракетовым кустом заводить никому ненужное знакомство с придурками в немыслимых рубахах? У нее номер люкс, банка кофе, чемодан книг и любимая кружка в отдельном мешочке. Что еще нужно старой холостячке, чтобы отлично провести давно заслуженный отпуск? Так, ничего. Больше не нужно ничего. Только если, может быть, или нет, приключения, вот что нужно. Только не в смысле галантного, расписного мужчины с пластмассовой зажигалкой и детским ведерком. Такие приключения ей и даром не нужны. А настоящее приключение, чтобы произошло какое-нибудь ужасное событие, и она, Марина, оказалась бы в центре, эпицентре, или черт знает где, в общем, поблизости. И чтобы зловещие тени сгущались на горизонте, а дом отдыха завалило бы снегом, даром, что июль. Совсем как в пьесе Джона Присли «Чисто английское убийство». А телефонная связь оборвалась, а под подушкой старшей горничной обнаружился бы странный пузырек темного стекла. Горничная, конечно, уверяет, что это снотворное, но что это подозрительно похоже на цианистый калий или мышьяк.